20 июля на главной площадке КСК «Уникс» прошло заключительное мероприятие «Операция ночи» в рамках цикла «Про науков КФУ». Участие в открытии данной научно-познавательной программы приняли ректор КФУ Ильшат Гафуров, министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Фарид Абдульганиев, первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Сергей Осипов, директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киасов и директор Института экологии и природопользования Светлана Селивановская. Важно сегодня популяризировать все, что мы делаем, рассказывать простыми, доступными для неспециалистов словами, почему случаются катастрофы, почему так резко меняется погода, как человек влияет на эти или иные процессы, почему очень критичны сегодня вопросы, связанные с изменениями погоды, с всемирным потеплением. На все эти вопросы можно будет услышать ответы, придя на такие мероприятия. Научные программы, посвященные медицине, экологии и биологии, прошли в Институте фундаментальной медицины и биологии и Институте экологии и природопользования. Добраться до каждого учебного заведения можно было на бесплатном автобусе. Любой желающий мог послушать от ведущих ученых научно-популярные лекции, принять участие в практических занятиях, увлекательных мастер-классах, а также получить ценные советы для здоровья. Мы хотели бы послушать лекцию про стволовые клетки, потому что это ведущая отрасль, и за стволовыми клетками как раз будущее медицины и прогресса. Поэтому нам это очень интересно. Нам просто интересно послушать про медицину, вот это как раз стволовые клетки, и, наверное, про микробы тоже сходим, послушаем. Мне хотелось бы посмотреть симуляционный центр, послушать лекции преподавателей Казанского федерального университета, ну и узнать для себя что-то новое. На научном мероприятии гости смогли узнать все о микробах, стволовых клетках, загадках генома человека, биотехнологии для защиты окружающей среды, а также узнать, какие существуют вызовы и угрозы климата Земли. Такие мероприятия – это неотъемлемая часть высокого уровня университета, которые действуют на международной арене. Собственно, это традиция ведущих университетов мира – проводить ночь науки. Это очень важно для университета, что не только студенты, но и жители города могут познакомиться, чем занимается университет. Регина Фахрудинова, Рамиль Бигбаев, Универньюз.